Приветствую вас, Кристина. Давайте разберем ваш текст, который вы написали и, соответственно, вопрос, который вы озвучили. Ну, в первую очередь хочется сказать, что ваша история и ваш запрос в целом очень похож на историю про мужчин. Историю про обиденный мужчин, историю про неудачные отношения с мужчином, историю про некое разочарование в мужчинах и, возможно, историю про некое желание показать, что вы от мужчин независимы, показать, что вы можете обойтись без мужчин. И, может быть, какое-то такое подспутное желание наказать их, унизить их, может быть, показать, что они независимы как раз-таки от, например, вас. От вашей привлекательности, от вашего поведения, вот. И, соответственно, как способ вы выбрали вот ту профессию, которую вы выбрали. Это первый момент, который я вижу. Понимаете, в самой профессии эскорта вряд ли есть что-то плохое. Ну, потому что эта профессия, как бы плохой работы не бывает, плохой работы не существует. Вот, все работают нормальные, все работают адекватные, но при условии, если человек в этой работе, да, чувствует себя, как бы, ну, хорошо. И понятно, что у вас есть своя конкретная цель, с которой вы работаете, вы хотите заработать на квартиру, открыть свой бизнес, и у вас, в принципе, легко можно понять. Но сам факт того, что вы задаете вопрос, сам факт того, что вы подняли вопрос, вот тот, который вы подняли, говорит о том, что вы не очень-то уверены. Ни в своей позиции, ни в своих целях, ни в ЭЛ, собственно, в своем отношении к мужчинам. К тому как, в противном случае, не было бы вас сомнений. Вы бы просто шли к своей цели и, как бы, все. Но тот факт, что появился мужчина в вашей жизни, для меня выглядит как то, что вы увидели в нем возможность получить для себя то, что вы хотите. Вот эту вот защищенность, которой вы стремитесь, какую-то стабильность, к которой вы стремитесь, и как результат избавления от тревожности, которую вы, вероятно, ощущаете. Тревожность за свое будущее, тревожность за то, как будет складываться ваша жизнь. Собственно, на мой взгляд, вы и выбрали такое решение проблемы, именно, ну, вот, решение своего вопроса. Мы выбрали такой способ именно потому, что это быстро, это достаточно надежно, то есть, ну, есть уверенность в том, что работу вы не потеряете. И это вот достаточно денежно, да, то есть, как бы, вот, все в порядке. Но тревожность есть, и тревожность вас глотит по поводу неопределенности, невещенности, некой угрозы, некой угрозы враждебности окружающего мира и, возможно, людей. На мой взгляд, именно с этим связан тот факт, что мужчина выступает сейчас тем, что вы ставите на другую чащу весов, несмотря на то, что с ним у вас будет гораздо меньше дохода, и с ним вы будете зависимы. Но вы готовы на эту зависимость, то есть, вы серьезно рассматриваете этот вариант, вариант зависимости, именно потому, что да, вы будете зависимы, но да, вы будете защищены. И да, есть угроза того, что мужчина вас бросит, но, по вашим ощущениям, это стоит того, это стоит того, чтобы попробовать. По крайней мере, такой вариант вы допускаете. И вот данный факт ставит под сомнение то, насколько самобытным было ваше решение заняться эскортом и, соответственно, посредством эскорта заработать деньги на квартиру, на бизнес. Этот факт ставит под сомнение то, насколько свободно вы выбрали свою работу эскортом, насколько свободна была ваша воля. Это ставит под сомнение и ваше отношение к работе эскортом, то есть, это ставит под сомнение то, насколько вы принимаете свою работу, насколько вы относитесь к ней действительно, как к работе, да. Вот, и не чувствуете ли вы, что унижает и принижает из себя эта работа и так далее. Ну вот, потому что очень важно не стыдиться того, что ты делаешь. Очень важно полностью принимать то, что ты делаешь. Очень важно не связывать то, что ты делаешь с ценностью своей личности. Вот, потому что ценность вашей личности, она остается неизменной вне зависимости от того, что вы делаете, если только вы сами ценность отлом не оспариваете. Вот. Вместе с тем, мне кажется, что у вас есть довольно серьезные такие стереотипы, по типу того, что в 29 лет вам будут сложно заработать деньги, по типу того, что, вероятно, мужчина вы будете менее привлекательны в 29 лет. И да, если говорить о работе, то там, безусловно, будет сложнее, но если говорить в целом о заработке денег, то, конечно же, нет. Вот. В итоге, в итоге, стереотипы мешают вам определиться в своих приоритетах. Определиться именно в ваших личностных приоритетах, что для вас, в общем-то, важнее и чем. Ну, пример. Вот, вам понравился мужчина. И у вас, как вы говорите, к мужчине появились чувства. Ну, это вполне нормально и естественно, как бы состояние, что у вас к мужчине появились чувства. Это нормально, это здорово, что важнее. Это здорово, что у вас появились чувства. Но, вопрос-то в том, какие чувства у вас появились в мужчине. Что это за чувства? Какое они направлено, все эти самые чувства? Что они из себя представляют, эти самые чувства? Ведь если эти чувства направлены на мужчину, то есть на то, чтобы сделать его счастливым, ну, все в порядке. Вы просто берете и делаете его счастливым настолько, насколько для вас это возможно. И в этом смысле абсолютно все равно, что требует он от вас, и абсолютно все равно, что по-вашему, например, представлению вы должны. Ничего вы не должны его делать. И просто то, что вам хочется делать для него. Все. Если ваши чувства связаны с тем, что вы хотите для себя, то вот здесь-то и появляются те самые проявления противоречий, о которых я говорил ранее, ваших внутренних противоречий. Если через мужчину вы можете, например, более полно, как вам кажется, удовлетворить свою потребность в безопасности и стабильности, несмотря на то, что денег вы будете получать меньше и рискуете стать зависимым. Что в таком случае? Можно говорить о том, что ни работа, ни ваша цель заработать денег на квартиру и бизнес не являются самобытными. То есть не являются свободными проявлениями того, что вы хотите, а являются всего лишь компенсацией другого желания, которое, например, связано с тем, чтобы быть замужиной. Ну, по факту замужем. Вот. И в таком случае, в таком случае возникает вопрос. Вот вы, ну, вы сказали, у вас 24. Ребенку полгода, ну, соответственно, допустим, 23 года вы вышли замуж, к примеру. Я там не знаю, сколько вы были замужем, вы вроде бы не писали об этом. Вот. А, допустим, 23 года вы вышли замуж. И, соответственно, родили после ребенка. Вот, знаете, вопрос стоит о том, для чего это все было и как. То есть как получилось, что вы столь рано вышли замуж? Как получилось, что вы столь рано родили ребенка? Для чего вы все это делали? Какой ваш эмоциональный вклад был в это? Понимаете? Чем обусловлено был выбор? Ваш. Из-за чего развелись? Потому что те ошибки, которые вы совершили со своим бывшим мужем, вы можете совершить из этой мужчины раз. Второе. Стоит вопрос вашей реализации. Вашего стремления к реализации. Раскрытие ваших способностей. Почему-то вы выбрали замужевство в довольно раннем возрасте и материнство, но не обучение, не обладевание какой-либо профессией. Понимаете, какая штука? Все это говорит о том, что, вероятно, вы стремитесь к защищенности, вероятно, вы чувствуете себя невещущенной. А раз так, то у вас есть проблемы с личными границами. И раз так, то, скорее всего, в вашей семье эти личные границы не уважались. Я имею в виду, в вашей родительской семье эти личные границы не уважались. А коли так, то у вас скопилось какое-то количество агрессии, которую вы, вероятно, не умеете выражать. Или выражаете, но достаточно лагернообразно. Вот это то, что я почувствовал в вашем сообщении, когда читал его, какую-то такую вот скрытую агрессию, может быть немножечко жертвенность. Понимаете? И вот эта вот проблема, проблема агрессии, проблема личных границ, умение защитить себя и так далее, отрыв чувства защищенности от какой-то материальной истории, очень важен. Ибо только тогда вы сможете для себя свободно решать, чем вы хотите заниматься, что вы хотите делать, с кем вы хотите быть, с кем вы хотите быть и почему. Еще раз повторюсь, нет ничего негативного в том, что вы делаете. Вы обращаете внимание на то, что мужчина вас не осуждал, а значит с осуждением у вас тоже есть проблемы. И даже не можно сразу приписать чувство вины, вероятно, перед кем-то. Вот. Понимаете? Нет ничего плохого в вашей работе. Нет ничего плохого в любой работе, которую делает человек. Если только это откровенно не вредит другим людям. Вот. Но ваша работа не вредит. А вопрос в том, насколько вы свободно выбираете. И вряд ли можно быть свободным. Свободный. Так тогда, когда вы чего-то боитесь, когда вы тревожитесь по поводу чего-то и так далее. Сложно сделать выбор, я понимаю. Именно поэтому вы не тяготитесь, не знаете, как вам поступить. С другой стороны, мужчина требует от вас бросить свою работу, но существенно понизить уровень жизни. И здесь у меня вопрос. А что он дает замет? То есть, ну, если мужчина, человек, любит другого человека, в данном случае вас, наверное, он хочет для вас счастья. Мне сложно представить, что вы будете более счастливы, отказавшись от денег. Нет, вы, конечно, могли бы быть счастливы, но не по его требованию, а по своему решению. И кто знает, может быть, например, перестав бояться, научившись себя защищать, научившись отстаивать свои границы и адекватно выражать агрессию, может быть, деньги вам станут и менее важны. А значит, и работа тоже. А может быть, вам станет менее важен молодой человек, а как раз-таки важнее станет карьера, профессия и так далее. Может быть, что-то еще. Но, помимо того, что вам бы необходимо пересмотреть субъективную сторону вашего выбора, реализации выбора, помимо этого, мне думается, что неплохо бы посмотреть на то, от чего хочет мужчина. Мне кажется, что требуя от вас, чтобы вы отказались от своей работы, мужчина проявляет, ну, такое чувство собственничества, что неразрывно связано с его неуверенностью в себе, с ревностью. А это значит, что в будущем мужчина может пытаться вас инизить, пытаться вас принизить, пытаться вас обесценивать, чтобы вы, не дай бог, с кем-то другим не стали встречаться. И если мужчина такой, а вам нужно посмотреть, почему он требует отказаться, а почему он требует, чтобы вы отказались от работы, если мужчина такой, то вы выбираете его, отзеркаливая на своего партнера то, что вы чувствуете сами к себе. Это является достаточно деструктивной историей не только для вас, но и для вашего ребенка тоже. Ну и, наконец, последнее. Как я и сказал, в вашей работе нет ничего дурного, но вы не производите впечатление от человека, который любит то, что вы делаете. То есть вы не похожи на ту, кто пришел в профессию из любви к искусству. Вы походите на человека, который чувствует себя жесткою. Опять же. Ну вот вопрос. А какова субъективная сторона вашего выбора? Насколько она не привязана к вам? Да, вы хотели быстро заработать. Ну, почему именно это? Не в том плане, что этого не должно быть. Нет. А в том плане, почему именно это? Вы говорите. Я осталась... Я осталась одна с полугодовалым ребенком на руках. И не видела другого выгода, на тот момент не видела, потому что я не видела. Там, если они не оплачивают квартиру, и как-то содержать себя у ребенка. Но вы не будете спорить с тем, что достаточно многие матери остаются в таком же положении. А вот в экскурт идут далеко не все. Но вы пошли. Просто я опасаюсь того, что в вашем выборе есть отзывки психологических проблем. Я опасаюсь этого. Если бы я был уверен, что вы свободно выбрали свою профессию, свободно выбрали, если бы я был уверен, что ваша свобода воли не под угрозой, я бы вам такого вопроса не задавал. Но с учетом тех сложностей, которые у вас есть, тех противоречий, которые у вас есть, я вынужден на это обратить ваше внимание. Пусть даже и рискуя, рискуя показаться обвинителем, рискуя навлечь на себя ваше недовольство. Вы спрашиваете, как быть? Я задаю вам встречный вопрос. Не заочтите это, пожалуйста, за невоспитанных. Как быть, что бы что. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю всего самого доброго.